Как выяснилось, даже самому опытному стриптизеру очень тяжело работать без шеста. Ты понимаешь, о ком я, да? Да. Я о Лукашенко, да? И Александр Григорьевич доказал эту старую истину, хотя на данный момент он является, в общем, он ходит и представляется всюду президентом Беларуси, хотя я понимаю, что на данный момент он просто, в общем, жулик на доверие. Поскольку приговор ему вынесен и Европа, и весь Евросоюз, и все вообще мало-мальски цивилизованные страны не признали в результате выборов Беларуси. Соединенные Штаты Америки официально признали, что народ Беларуси отверг Лукашенко, и что удерживать сейчас власть Лукашенко может только с помощью многочисленных преступлений и насилия. И Соединенные Штаты надеются, что Россия призовет Лукашенко уступить белорусскому народу. Они, конечно, очень наивные и очень смешные. Никогда Россия к этому призывать не будет, потому что США по своей наивности покусились на институт диктаторства, и на круговую поруку диктаторов, на основы диктатуры. И слив Лукашенко Путиным в принципе невозможен, потому что это может создать опаснейший прецедент и подать на самом деле опаснейший пример той же самой России. В России это недопустимо, поскольку это создает прецедент сменяемости власти. А такого в мире диктаторов вообще быть не должно. Потому что ведь даже в России большинство людей демонстрируют покорность, в том числе выборную покорность, так называемую, просто потому, что не верят в возможность каких бы то ни было перемен, есть иллюзия вечного и непобедимого зла, перед которым вообще лучше смириться, чтобы уцелеть. И во имя самосохранения даже не позволять себе наедине с собой тех мыслей и чувств, которые, в общем, на данный момент уже являются главными и доминирующими. А тут вдруг бац, и такая будет вспышка свободы, такая молния прорежет все это справедливости. Понятное дело, что все это мгновенно может поджечь унылую покорность и в самой России. А покорность в России, в общем, штука очень горючая. И это все знают. Но давай вернемся к стриптизу. С моей точки зрения, организаторы переговоров в Сочи, они очень плохо подготовились к этим переговорам, потому что действительно пилон в зале для переговоров не был установлен, не было музыки, и Лукашенко... Но были цветы. Цветы были, музыки не было. Вот я тебе могу сказать, что Лукашенко в таких тяжелейших условиях вынужден был демонстрировать такие сложные фигуры, как тройной обвив и похлопывань еляшками просто на стуле, да? Без музыки. Это очень тяжело. Без музыки и без шеста. И, конечно, вся эта стрип-композиция называлась... Отдается агроном весь испачканный говном. Это же понятно. И ясно, что сексуальная революция, она, конечно, внесла коррективы в поведение всех людей на планете, но все-таки не до такой степени. А вот Лукашенко показал все. И даже в Минске его сторонники в этот момент багровели своими нанятыми рожами, потому что всем и друзьям, и врагам за него было одинаково стыдно. За это совершенно безобразное, избыточное пресмыкательство перед Путиным, потому что там была ситуация, когда какое-то достоинство можно было сохранять, тем паче, что Путин так до конца, вероятно, и не понял, что перед ним просто частное лицо с усами, да? Хотя, может быть, и понял, но все это было так забавно, что удивительно еще, как Путин, наблюдая за всем этим, не заржал, потому что так жалко, как выглядел Лукашенко, еще надо было уметь выглядеть. То, что вот если бы в Беларуси... Простите, там был один эпизод, когда Путин закрывает лицо рукой, и все подумали, что это вот тот самый момент? Наверное, да. Понимаешь, ведь если бы в Беларуси в обменниках были бы не только там курс доллара и курс евро, но еще и курс картофеля, да, то, вероятно, в этот момент этот курс обрушился бы вместе с Лукашенко навсегда. Концерт был, как ты знаешь, закончен через 4 часа. Концерт Лукашенко. И он по привычке всех стриптизеров оттянул стринги, и Путин, человек нежадный, загрузил ему туда полтора миллиарда долларов. Наших с вами денег. Совершенно верно. Тут же Путину очень вежливо напомнили, что это будет долг не Беларуси, а персональный долг самого Александра Григорьевича, поскольку он никого более, кроме как себя самого, сына Коли и сотни злобных садистов из ОМОН, в общем, не представляет на данный момент. Понятно, что песенка Лукашенко спета. Понятно, что ему, в общем, вероятно, придется бежать и скрываться. И я думаю, что все закончится нардами. В нардами, в подмосковном спецсанатории, где Путин будет его, там, Януковича прятать от Гааги, от мира. Причем и Лукашенко, и Янукович наверняка будут в париках, с накачанными губами, сменившие... А Лукашенко сбреет усы. Нет, никогда. Вот этого никогда не произойдет. Они будут, в общем, конечно, изменять внешность пожилых блондинок с липовыми документами, но с усами. Вот они будут угрюмо в нарды разыгрывать тарелку тефтелей, добавку в столовой в этом спецсанатории. Причем, я думаю, что вот Александр Григорьевич, наверное, по паспорту по-новому будет Анжелой Лукошкиной, а Янукович, конечно, будет, ну, Яночкой, там, Яночкой де Луи Виттон, графиней и кошелкой. И, в общем, картинка будет, конечно, грустная. Может быть, за соседним столом еще будет раскладывать пасьянсы осад. С Лукашенко все понятно. Непонятно с Путиным. Потому что вот Украина должна была научить, чем вообще все такие драмы заканчиваются. Вот тогда, в первые дни Майдана, была совершена первая же крупнейшая ошибка. Вот почему было не принять сторону Украины революционной? Украины, а не какого-то очередного диктаторствующего упыря, глупого, злобного и уже заранее проигравшего тогда. Ведь это же даже не благородство, не романтика. Это всего-навсего выбор правильной стороны. Просто вот без романтики, прагматично, точно угадать победителя и на него поставить. Это и есть политика. Но, ладно, там можно списать все на магию Суркова. У Суркова действительно были способности к гипнозу. И даже когда он один раз посетил московский ваш зоопарк, то все гиены, четыре штуки, тут же написали заявление в Единую Россию. Просто вот он постоял буквально 15 минут рядом с клеткой. Мне кажется, они очень хохотали, эти ваши гиены. Но заявления, они были приняты, Оля. Они были приняты и где-то возглавили региональное отделение. Это просто не афишировалось на тот момент. Но вот почему опять делается принципиально неверный выбор на зло кому, да? Вот сейчас можно было бы занять сторону революции, сторону протеста, сторону народа и заслужить абсолютно вечную благодарность Беларуси и ее простодушного народа, который бы решил, что это благородство и романтика, а не просто политика и был бы благодарен навсегда. Тем не менее, в общем, вот как победитель был абсолютно очевиден в Украине, точно так же он очевиден сейчас в Беларуси. А Россия своей поддержкой только добавляет и продлевает эти мучения. Ведь когда все предсказуемо, да? Вот когда все кончится, когда минская драма и вообще белорусская драма закончатся, то на горле Беларуси найдут множественные отпечатки пальцев России.